Приветствую вас, Мария. Я думаю, что вот основная проблема это личные границы ваши, то есть вы очень много, очень много сразу на себя всего взвалили, и в общем-то мне кажется, что это одна из ключевых проблем, в том смысле, что вы продемонстрировали, что вас можно использовать, вы продемонстрировали, что вам можно потакать, вот, и соответственно сестра вашего парня начала это просто использовать, вот и всё. То есть как бы это было не печально и грустно, но это вот, это правда, это правда. И что вам делать в этой ситуации дальше, что вам делать в этой ситуации, определить эти границы, перестав шаловаться своему парню на сестру, потому что это всё равно никакого эффекта не даёт, как вы говорите, вот. Либо игнорировать целиком и полностью её, либо, если вы не можете её игнорировать, то соответственно ставить парню конкретные условия о том, что вы не хотите, вы не можете жить вот в такой ситуации, в таких условиях. и соответственно уходить, потому что вы, ну, вы не обязаны делать того, что требует от вас, условно говоря, ситуация сестра та же и так далее, вот. С другой стороны, ваша чистоплотность, она, как мне показалось, я могу ошибаться, конечно, но мне так показалось, что ваша чистоплотность, она связана с тем, что вы такой достаточно строгий человек по своей сути, и эта строгость, она в большей степени родительская. Вот это вот именно родительская строгость такая. И эта родительская строгость, она вам очень сильно мешает, в том смысле, что сестра видит вас в сопернице свою, ну, потому что она чистоплотность, очевидно, парня помыкала до вас. А вы, мне кажется, для своего парня тоже выступаете вот в роли такого родителя. Вот, к сожалению. И, в общем-то, на мой взгляд, это очень важная история, на мой взгляд, это очень важная история, потому что, если вы относитесь обе как родители к парню, то парень, он, по сути, абсолютно безвольный. И будет выступать с аргументом просто с вашей сестрой спорю, ну, с его сестрой спорю. Вот. С другой стороны, есть наверняка какие-то моменты, связанные с тем, что вы чувствуете себя задетой. из-за ситуации, связанной с вашей, так сказать, ну, с вашей вот родственницей такой, в кавычках. То, что она вам говорит, вас может задевать. Нужно выяснить, задевает ли вас, если да, что почему, из-за чего. И, соответственно, вот с этим, с своими собственными представлениями, точнее с деформацией ваших собственных представлений, нужно будет поработать. Для того, чтобы вы были более устойчивы к вот этой вот агрессии, которая идет от сестры вашего парня. Вот. Опять же, определитесь с целью, да, то есть, как вы все себя с ней что бы что, что вы хотите в итоге получить. Чтобы она на вас перестала так реагировать, не перестанет, там все дело не в вас, а в ней. Что? Что вы хотите получить? Парень не может отделить, как бы отграничить вот себя и ее и вас друг от друга. Это проблема парня. Вы говорите, что вы жили на съемной квартире, потому что у сестры был староисперный характер? Чего вы ожидали от сестры тогда? Тоже не очень понятно. Вы говорите, что парню надоело жить на съемных квартирах? Хорошо. Но если ему надоело, пусть он себя обеспечит. Почему? Вы позволяете перекладывать на вас ответственность за те проблемы, которые происходят. Такое у меня ощущение возникает, такое ощущение у меня возникло. Как бы, вот, к вам вопрос. К вам, это к вам вопрос. Так что, я думаю, такая история, я думаю, так можно ответить вам. Подумайте. И уже, исходя из того, что вы хотите, исходя из того, что является непосредственно вашей проблемой, ведь вы даже не написали, что является вашей здесь проблемой. Вот что конкретно здесь является вашей проблемой. Именно вашей проблемой, что является, вы не написали. И это, собственно, да, это, собственно, проблематично. Да, ситуация в целом неприятная, но нужно отделить неприятную ситуацию от непосредственно вашей собственной проблематики. Ибо это важно. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...